Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня, 22 февраля, в 18.00 по московскому времени, Рипл и Сек участвовали в предварительном судебном разбирательстве. Любой желающий мог позвонить по конкретному номеру и послушать о чем шла речь. Собственно, вот запись всего этого действия. 27 минут и у меня просто нет физического времени перевести это все. Но я послушал сам и расскажу тебе основные моменты. Самый главный момент заключается в том, как биржи вообще все это время торговали XRP. Это, собственно, и было главным аргументом самой компании Рипл. Комиссия по ценным бумагам и биржам США более двух лет определяет XRP как ценную бумагу. И тем не менее, он все равно свободно торгуется на территории США вплоть до декабря 2020. В Рипл сообщили, что у них есть доказательства как письменные, так и записи телефонных разговоров, что в 2019 году и ранее комиссия Сек вела переговоры с биржами и многими участниками рынка насчет Ripple XRP и при этом ни разу и никогда никому даже не сказала, что XRP это ценная бумага. Биржи сами приходили к выводу, что XRP не является ценной бумагой и листили этот токен у себя. Опираясь на это, Ripple утверждает, что нет достаточной информации относительно юридического определения XRP. Джейси Хайнс, известный блокчейн-аналитик, пишет итоги по его мнению. На слушании по делу Ripple самой большой новостью стало то, что у ответчиков есть доказательства того, что Сек никогда не сообщала никому из тех, с кем вела переговоры о том, что XRP это ценная бумага. И он заканчивает свой пост словами «Это огромный прогресс в судебном процессе». Комиссия заявила о том, что генеральный директор Ripple Брэд Гарлинхаус и основатель Ripple Крис Ларсен незаконно продавали XRP, зная, что это ценная бумага. Но контраргумент Ripple неожиданно поставил комиссию в тупик. Гарлинхаус подчеркнул перед судом, что SEC не проинформировала ни одну из компаний, с которой встречалась в прошлом по поводу Ripple или XRP, о том, что XRP является ценной бумагой. Гарлинхаус сказал, что когда эти доказательства станут достоянием общественности, SEC не сможет идентифицировать XRP как ценную бумагу. Ripple также заявила, что в 2019 году SEC проверила эфир и биткоин, кроме XRP, которые тоже могут быть отнесены к ценным бумагам. Но решила, что они не являются ценными бумагами, а только лишь XRP является ею. Ripple подытожила, что готова на компромисс, но обязательно подаст заявление о прекращении дела. Известный криптоблогер Digital Asset Investor пишет, «Мой вывод о слушании Ripple и SEC. Комиссия напугана тем, что у Ripple внезапно обнаружились разговоры, записи и письма комиссии о листингах XRP. Также у Ripple есть разговоры, записи и письма SEC об эфириуме и о том, как именно SEC пришла к выводу, что эфир не является ценной бумагой. Похоже, там конкретный такой компромат, так что кто кого заткнет за пазуху, становится уже не столь очевидно. Похоже, Брэд Гарринхаус уже использовал эту информацию, чтобы шантажировать кого-то из администрации комиссии, либо даже Трампа. Поэтому Трамп и сказал Клейтону, который возглавлял на тот момент комиссию, разобраться с Ripple. За это Трамп обещал Клейтону работу с Кушем. Без понятия, кто это такой, если честно, и в гугле почему-то не нашел. Нет ни одной другой причины, почему они это делают сейчас, когда могли бы сделать это годы назад и спасти множество инвесторов. Очевидно, XRP это не ценная бумага. Ну и под конец этого судебного изыскания, так сказать, кто-то крикнул Ripple to the Moon. Послушайте. Такого от сегодняшнего дня я совершенно не ожидал. Сегодня по Сек был нанесен серьезный удар. Честно говоря, я, конечно, надеялся на что-то хорошее, но все-таки склонялся к тому, что бить таки будет комиссия, а не Ripple. Ну что ж, это было круто. На этом все, меня зовут Богатейший Дипа, оставь лайк под это видео, давай наберем хотя бы 5000 лайков в честь такого события, как бокс Ripple против Сек. В первом раунде, очевидно, побеждает Ripple. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей, до скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!